здравствуйте дорогие друзья сегодня я рисую деревню в архангельской области я уже начала потому что это начало работы с ученицей но ей показалось это слишком сложно поэтому я решила использовать это для съемки видео я намочила очень сильно лист то есть вот просто он пропитан насквозь поэтому мне хватило той влажности на на все на всем протяжении вот этой картинки может быть еще потому что осень я смогла всю картину нарисовать только при помощи одного намачивания что меня здесь за дело на этой картине это композиция речка диагональная доминанта в виде деревянной церкви вот это меня очень притянуло и я я сфотографировала этот пейзаж и предложила учениц и она выбрала именно этот пейзаж ну очень красивый очень милый очень атмосферный так вот небо здесь в этом пейзаже намного светлее разряжение чем все что на земле за исключением фасада правого домика все остальное плотнее вот именно это я пытаюсь сейчас показать когда мы работаем по суровому мы создаем очень концентрированный состав потому что бумага уже мокрая и я практически сухой кисточкой рисую чтобы сделать более светлая я использую салфетку то есть убираю краску если надо очень темно я побольше беру краски всегда учитываю что цвет станет менее интенсивным даже если я буду брать очень концентрированный состав краски долго я не могла решить как сделать вот эти бревнышки ведущие к мостику но все-таки решила пойти по пути наименьшего сопротивления то есть использовать гуашь потому что если бы я обходила эти бревна то ну совсем бы тут все сложно было то есть технологически я долго решала этот вопрос как сделать так чтобы они были светлыми на фоне плотной зелени и реки отражение всегда темнее чем реальность именно это я и показала здесь бумага здесь баухонг 300 грамм сто процентов очень крупное зерно тучка оказывается она бывает крупная и не очень крупная так вот это очень крупная просто прелесть бумага когда крупная когда не очень крупная уже не очень люблю это вот пошли неровности то есть сначала я большую массу закрыла идем от общего к частному вот общее это вот я почти всю зелень закрыла потом иду во внутрь этого объема то есть делаю более темные участки таким образом делая объем этим кустиком этой травки этим склоном но приятно было что бумага так долго терпит влагу держит ее это было очень неожиданно вроде я обычно мочила просто на стекло приклеила да у меня стеклянный стол специально для акварели он прилип бумага прилипла к столу и может быть это как-то долго держала влагу но опять же я уже так дело но в общем наверное осень все таки вот осень прохладная погода и влажность повышенной вот так вот бумага держала то есть ну просто рай для любителей порисовать по сыром я рисую и радуюсь что вот она держится все еще все еще сыра причем когда она дольше лежит в воде она уже структуру имеет полностью мокрую то есть не поверхностную не лужица лежит не болотца растекается а именно внутри поэтому очень удобный рисовать я думала как будут себя вести дома потому что кстати формат у меня между а3 в общем близкий к а3 но чуть-чуть поменьше поэтому я не знала как пойдет себя архитектура вот эти домики особенно вот этот главный герой церковь деревянная кстати мы там были и справа там колокольник и в этой колокольне мы тоже были мы поднимались и били в колокола так вот прекрасно вели себя мелкие участки ну как конечно если бы было по сухому было бы все более опрятно но не было этого бы шарма росписи по сырому тут как бы надо выбирать или у тебя чуть-чуть не аккуратно но зато по сырому или у тебя все супер как на проекте архитектурном но не очень живо рисую я конечно быстро под страхом того что сейчас все высохнет и мне придется снова мочить но этого не случилось все очень долго было сырое и приятно и рисую я большим количеством кисточек как всегда это конечно же колонок хотя местами я рисую плоской новой кисточкой синтетикой и она прикрыла прекрасно себя вела но бывает исключение вот вот это вот очень важный момент очень ответственный почему я сразу не стала рисовать вот эти вот тонкие детали потому что я боялась что растечется но подождала когда все таки не так уже мокро и приступила к архитектуре этот синий домик очаровательный над кустом и заметьте я рисую все вместе то есть по спирали я там побывала направо сходил налево сходила сверху снизу то есть надо охватывать весь лист полностью не делаю как сканер пошел сверху и полосочками заполняя нет я постепенно постепенно тем более роспись по сырому все-таки предполагает что там куда-то чего-то затечет и надо все-таки конкретизировать и поправлять поэтому надо возвращаться надо критически смотреть на то что я сделала еще и еще раз вот здесь вот очень конечно было мелко но максимально тонкая максимально концентрированная акварель помогла сделать так чтобы ничего не расползлось конечно главное тон вот этот домик он темнее чем освещенная трава подсознание всегда держу что темнее что светлее это самое главное цвет вторичен тон первичен в это воскресенье 29 сентября в 11 часов будет мастер-класс акварельный по арбузу в центре москвы красная пресня 9 пишите звоните записывайтесь на мастер-класс возможно будет по мокрому я думаю что все таки буду сделаем мастер-класс по мокрому арбуз по мокрому там тоже есть стеклянный стол и будем за столом делать я уже представила как это будет феерично вот получилось никуда не утекла верхушка этого этой церкви очень красивое сооружение вообще атмосферное очень село или деревне я не знаю как что это ненокса такое старинное прям вот таких уже наверное нет далеко от цивилизации там соль добывали раньше вот этот домик но тут немножко растеклись окна ну а что делать здесь темная стена и вдалеке еще темнее зелень конечно очень важен рисунок до этого я делала внимательный рисунок и все распределяла так чтобы все было пропорционально если бы было не пропорционально это было бы вообще уже не то все равно документальность должна быть то есть рисунок как база поэтому но сейчас я не призываю приходить ко мне на обучение потому что у меня все места заняты но на следующий год может быть уже но не может быть а на следующий года в этом году все места заняты только вот есть мастер-классы по воскресеньям центре москвы приходите кто в москве некоторые проездом бывают москве и заходят ко мне на мастер-классы это приятно вообще атмосфера на мастер-классе конечно особенная люди собираются люди таки в едином порыве порыве все рисуют все на одной волне это очень интересно вот все мельче и мельче я делаю детализацию кое-что в конце я уже делала по мокрому ой по сухому но это просто совсем почти ничего до травку и гуаши сделала детали всем удачи всем успехов творческих и не только всего хорошего до свидания